Здравствуйте, уважаемые слушатели. Меня зовут Бабинцев Владимир Александрович. Я являюсь доцентом кафедры общей физики. Мы с вами проведем небольшой вводный курс по повторению основ термодинамики на примере задач, которые были предложены в разные годы на различных магистрских экзаменах в МФТИ и олимпиадах, которые дают шанс тоже попасть в магистратуру. Давайте сразу к делу. Первая задача формулируется следующим образом. У нас есть два моля идеального одноатомного газа и с ним проводят политропический процесс, то есть процесс, с которым С, теплоемкость газа, остается постоянной. В процессе у нас температура газа изменилась от 200 до 800 кильвинов, а объем увеличился в n раз, ну для определенности в два раза. Нас спрашивают, какое количество тепла при этом получил газ. Такая стандартная задача. Решим ее. По определению теплоемкости мы можем записать, что количество тепла равно теплоемкость умножить на изменение температур. Поскольку теплоемкость у нас постоянная, мы можем не интегрировать, сразу написать так. Если под теплоемкостью подразумевать малярную теплоемкость, как обычно это делают в задачах по термодинамике, тогда мы еще должны здесь добавить количество вещества. Давайте будем считать, что это малярная теплоемкость. Количество вещества нам известно, температура известна, осталось эту теплоемкость найти. Нам известно, что эта теплоемкость постоянная, и поэтому мы имеем право применить уравнение политропа. Классически оно записывается в виде ПВ в степени альфа равно констранта. Как вы понимаете, что как адиобата, так и изотерма являются частными случаями политропического процесса. В адиобатическом процессе у нас количество тепла равно нулю, поэтому теплоемкость у нас тоже равна нулю, независимо от того, какая разность температур, то есть политропический процесс. А в случае, если у нас Т не меняется, то вот эта скобка у нас равна нулю, и тогда, чтобы у нас было определенное количество тепла, нужно, чтобы вот здесь было бесконечное большое число. Вот. А в общем случае у нас записывается вот так закон, описывающий политропический процесс. Называется уравнение политропа. Причем доказано, что альфа, показатель, у нас записывается как С минус ЦП поделить на С минус ЦВ. Если мы определим показатель политропы, то мы, соответственно, всегда можем найти С, который нас интересует, потому что ЦП и ЦВ это известные величины для одноатомного идеального газа. ЦП, как вы помните, 5 втарых Р, а ЦВ это 3 втарых Р. Итак, осталось только найти альфа. Значит, нам известно, как меняется температура, известно, как меняется объем, но нам неизвестно, как меняется давление. Поэтому нам хотелось бы перейти от координат ПВ к координатам ТВ, то есть температура, объем. Это можно сделать легко с помощью уравнения состояния идеального газа, который вы, наверное, со школы помните. В нашей задаче количество вещества не меняется, поэтому вот это выражение постоянное, и можно сказать, что давление пропорционально отношению температуры к объему. Если мы подставим предыдущее выражение, то тогда получится температура поделить на объем, объемы сократятся, и вместо V останется V в степени альфа минус 1. Запишем это выражение для первого и второго состояния. Вот это выражение должно быть константой, то есть в первоначальном состоянии и в конечном состоянии это произведение не должно измениться. Записываем. Т1 на V0 в степени альфа минус 1 равно Т2 НВ0 в степени альфа минус 1, то есть это Н в степени альфа минус 1 на В0 в степени альфа минус 1. Как вы видите, неизвестный нам объем сократился. Получается отсюда, что Т1 поделить на Т2 будет равно Н в степени альфа минус 1. Если подставить численные значения, то мы увидим, что слева у нас получится 1 четвертая, а справа получится 2 в некоторой степени. Альфа минус 1. Очевидно, что эта степень должна равняться минус 2, поэтому альфа должен равняться минус 1. Теперь мы должны осуществить наш план. Подставим вот в это уравнение минус 1 и найдем малярную теплоемкость газа в данном процессе. Итак, пока. И мы mooi. Как я уже говорил, ЦП для идеального атомного газа 5 вторых Р, для ЦВ это выражение 3 вторых Р. 5 вторых плюс 3 вторых будет равняться 8 вторых. И еще поделить на 2 это 8 четвертых, то есть 2 Р. Малярная теплоемкость, интересующая нас, равна 2 Р. Ну а теперь подставим самое первое уравнение, которое даст нам возможность посчитать количество тепла. Все буквы здесь у нас известны числовые значения. Мы можем подставить вместо Р831, вместо ν 2 моли, а вместо разности температур 600 кельвинов. Необходимо взять калькулятор и рассчитать. Насколько я помню, ответ здесь должен быть около 20 тела джоулей. Ответ не забудьте написать в конце вашего решения. Надеюсь, вся задача была понятной. То есть повторим основные вещи, как мы решали эту задачу. По определению теплоемкости мы говорим, что раз она постоянная, то мы можем посчитать количество тепла. Количество тепла это изменение температуры умножить на теплоемкость тела. Ну или умножить на малярную теплоемкость, умноженную на количество вещества. Если мы используем малярную теплоемкость, потому что, ну хорошо известно, ЦП и ЦВ именно малярные. Далее мы использовали уравнение политропы, чтобы определить показатель политропы, а по нему определить теплоемкость. Задачка не слишком сложная. Давайте переходить к следующему. Продолжение следует...